Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас плановое занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Место России в империалистической части мира». Читает лекцию Владимир Александрович Кучук, директор Дома-Музея Ульяновых и Елизаровых Саблина. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Кучок Владимир Александрович, профессия инженер-программист, член Рабочей партии России. Конечно, готовясь к такому докладу, на такую тему, роль положения России в империалистической части мировой экономики, конечно же, в первую очередь перечитал несколько раз классическую работу Ленина «Инпериализм как высшая стадия капитализма». Когда ее читаешь, каждый раз убеждаешься, почему она называется классической, потому что сразу чувствуешь, насколько актуальное описание экономического положения в мире, развития капитализма и империализма. Сразу хочется на каждой странице посмотреть, а как сейчас, а каковы сейчас эти тенденции. И, конечно же, свой доклад я буду делать, основываясь на этой работе. Но, так как тема очень обширная, мне еще, конечно, в голову пришла мысль, что у нас же есть целые институты, которые занимаются этими проблемами. Посмотрел, что на эту тему у нас публикуется. Нашел доклад Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук, который называется так «Россия и мир 2019. Ежегодный прогноз. Большой документ на 170 страниц». Но начал его изучать, думаю, что-то как-то все гладко, что-то все ровно. Потом так посмотрел, оказывается, даже слова «капитализм» и в тексте-то нет. Ну, а раз нет слова «капитализм», то, естественно, никаких противоречий там не затрагивается, не вскрывается. А все сводится к тому, что рассматриваются страны, вот их ВВП, вот ВВП, приведенный к ценам 2017 года в долларах. Вот Китай обогнал, а на душу населения отстает. И складывается такая картина, как будто это вот мирно пасущийся стадо овец нагуливает жирок свой ВВП и чуть-чуть друг друга там отталкивают. Вот, например, санкции. Вот если санкции, то упадет ВВП, а если нефть поднимется, то вырастет ВВП. Вот на таком уровне, в общем-то, исследования. Ну, поэтому из этого доклада можно взять цифры по ВВП в мире. Они вот на 2017 год представлены для 190 стран и по паритету покупательной способности и в ценах, приведенных к курсу доллара. Ну, что тут можно сказать? Вот по паритету покупательной способности у нас лидер Китай 23 триллиона долларов, на втором месте США. Россия по этому показателю на шестом месте с четырьмя триллионами долларов. То есть, ну, где-то раз в пять меньше. Если на душ уже население, у нас получается так, что в США ВВП на душ населения 59 с половиной тысяч долларов, в России 27 тысяч долларов, в Китае около 17 тысяч долларов. Ну, вот такие цифры. Здесь единственное, что, в общем-то, и в докладе указано, так, одна из проблем, какие есть в России, это то, что реальные доходы населения у нас уже несколько лет подряд падают. И этот фактор сдерживает рост экономики. Ну, дальше эта мысль там особо не развивается. А если смотреть на данные ВВП на душу населения, ну, вот можно отметить, что если у нас США имеет 59 с половиной тысяч долларов ежегодно на душу населения, то это сопоставимо с средней зарплатой США. Она тоже около 60 тысяч долларов. А вот в России, конечно, ситуация другая. Если ВВП на душу населения 27 тысяч, то средняя зарплата не дотягивает 9 тысяч долларов. То есть, получается, в три раза меньше, чем ВВП на душу населения. Ну, при таких данных это может только говорить о том, что распределение этого ВВП, конечно, у нас идет не в сторону зарплат, не в сторону трудящихся, получающих зарплаты. В Китае, кстати, ВВП на душу населения меньше, но всего лишь в два раза меньше, чем средняя зарплата. То есть, более ровное распределение ВВП получается. Ну, в общем-то, на этом и можно закончить с рассмотрением этого доклада нашего специализированного института, потому что больше там никаких сущностей не вскрыто. Почему так происходит? Неужели только к этому все и сводится? А вот если взять, например, доклад американских коллег, тоже исследовательский центр, так называемый РАНД, который в начале года по заказу военного ведомства выпустил тоже обзорный доклад, специально посвященный положению США, России, Китая, мировой экономики, тут, конечно, картина более интересная раскрывается. Начинаю уже с названия. Назван доклад «Россия – это изгой, а не партнер», «Китай – это партнер, а не изгой». Ну, партнер в смысле конкурент на равных, который соревнуются на равных. Ну, то есть, сразу такой наезд на Россию, изгой. В чем там дело? Ну, основная претензия в этом докладе сформулирована так, что Россия и Китай – это две страны, которые мешают Соединенным Штатам проводить их политику, реализовывать их интересы. Написано с той точки зрения, что интересы США – это интересы всех, всего прогрессивного человечества. Вопросов тут вообще возникать не может. Поэтому все, что этому мешает, это все враги, и с этим надо бороться. При этом Россию называют врагом, который требует особых усилий, но на короткосрочный период, и которого можно подавить экономически. А Китай – это такой враг, которого экономически уже подавить невозможно. С ним надо как-то договариваться, как-то противодействовать сообща, но такими экономическими мерами, потому что сейчас явно эти меры недостаточны, и Китай просто вырвался в лидеры по всем показателям. Такое введение в этом докладе. А что касается непосредственно характеристики России, то говорится так, что вооруженный изгой, то есть оружия много, вооруженными методами Россию не подавить, при этом проводит агрессивную политику, проводит территориальные захваты, там, значит, и Украина помянута, и Молдова, и Грузия поддерживают режим осада, то есть тоже уже сразу ставится, как будто это один из главных врагов и подлежит уничтожению. Так откровенно и пишется. А из методов, как противодействовать России? Ну вот, интересные такие мысли, что вот в отличие от СССР, который был изолирован, так более-менее самодостаточен, мало зависим от внешних рынков, СССР сейчас капиталист... Ой, то есть Россия — это капиталистическая страна, причем даже так упомянуто слово «кумовской капитализм» в России так характеризуется. Вот тут в докладе «капитализм» упомянут слово. И чем характеризуется этот капитализм? Очень большой энергозависимостью, то есть зависимостью от экспорта ресурсов. Вот приводятся данные, что 47% бюджета России — это доходы от продажи нефтегаза. Ну действительно так вот, если заглянуть на сайт нашего Минфина, там даются консолидированные бюджеты. Ну вот доходная часть бюджета 2018 года — 19 триллионов, и прямо у них там так и разбито. Нефтегазовые доходы, не нефтегазовые доходы. Нефтегазовые — 9 триллионов, не нефтегазовые — 10 триллионов. То есть значительная часть. Соответственно, вот такая большая зависимость. И поэтому что делать нужно? Нужно сообщать, вводить санкции, усиливать их и давить на это слабое место. Потому что по прогнозу вот этих исследователей, у них там прогноз дается до 40-го года, Россию что ожидает? Сокращение населения, экономический спад. На фоне этого, если еще начать давить всем сообща, то можно это дело продавить. То есть, а какое дело? Ну как там написано, что мы добьемся того, для элит будет плохо, а для России будет хорошо. Ну, соответственно, в их понимании это что? Полностью открыть экономику для капитала, для инвестиций и устранить любые препятствия и претензии на удержание какого-то суверенитета экономического. Так бы я сказал. Ну вот, что получается? Тоже вот этот доклад, он хоть сразу рисует вот эту острую картину противостояния, но, естественно, однобока. То есть, получается, вот есть Америка, ее интересы, это интересы всего мира. Вот есть помехи, надо устранять. Так вот, в грубой, неприкрытой форме это изложено. Ну, конечно же, до сути проблем здесь мы тоже не докопаемся, потому что такие же поверхностные оценки. Вот ВВП, значит, у Китая растет, у России сокращается. Будем дальше давить на то, чтобы и дальше сокращался, и в конце концов одержим победу. Ну, конечно же, читая, например, ленинскую работу, вот такой подход, ну, естественно, кажется очень примитивным, плоским, хотя и вполне понятным, объяснимым с точки зрения, если это доклад, как рекомендации руководству крупнейшей империалистической экономики, тогда, конечно, понятная идея. Ну, вот, все равно остается желание копнуть так, ну, или хотя бы постараться это сделать так, как сделал Владимир Ильич Ленин в своей работе, и посмотреть положение стран в экономике империализма. Помню, что уже даже вот Владимир Ильич Ленин это показал, как сложившаяся ситуация, что ситуация такова, что вот есть горско крупнейших стран-хищников, которые грабят весь остальной мир. Вот это общая характеристика империализма, эпохи империализма, и, соответственно, тот масштаб, на котором надо рассматривать все явления, о которых мы будем сейчас говорить. Ну, вот хочу сказать, что такую работу сделал один товарищ, американец из Чикаго, и опубликовал очень добросовестно выполненную статью на эту тему. В общем-то, тема так и звучит. «Является ли Россия империалистическим государством», где он, взяв денежское определение, что империализм есть, капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий, финансового капитала, приобрел решающее значение вывоз капитала, ну и закончен раздел, экономический раздел мира между монополиями и территориальный между крупнейшими капиталистическими странами. Ну вот этот товарищ Смит Стэнфилд, его статья опубликована даже в русском переводе, но там без ссылок на источники, а вот в английском варианте там есть все ссылки, и это очень хорошая подборка вот этих аналитических ресурсов. Всем рекомендую. Ну так вот, товарищ Стэнфилд пишет, что давайте возьмем роль российских монополий, ну естественно, тогда уж в мировом масштабе. Вот он берет рейтинг крупнейших компаний Forbes, там 2000 компаний оценено, и говорит, что ну посмотрите, вот там они все собраны по размерам продаж, по активам, ну смотрите, по размерам продаж, все, кто попал вот в эти 2000 компаний, а там получилось из России порядка 20 компаний. Вот они все вместе в сумме там 1,45% по продажам, 1% по активам составляют от этого всего рейтинга. То есть говорит, очень скромное положение занимает. Тут я бы допомнил еще, что если пользоваться еще более удобным инструментом, который бы это соотношение показывал, есть сейчас распространены в различных рейтинговых агентствах, которые занимаются выставлением рейтингов компаний, которые торгуются на биржах публичных крупных компаний. Там ведутся так называемые индексы, и соответственно, очень много людей работает над тем, чтобы эти индексы обновлялись чуть ли не ежедневно. То есть если у Владимира Ильича Ленина мы видим ссылки на работы профессоров, на государственную статистику, то, конечно, такую литературу мы только сейчас, наверное, в библиотеках найдем. А с другой стороны, в силу развития информационных технологий и в силу развития вот этих исследовательских организаций, у нас сейчас есть возможность эти данные получать в открытом доступе, сидя дома за компьютером. Так вот, есть такой индекс, его ведет рейтинговое агентство Standard & Poor's, он называется Global BMI, то есть Broad Market Index. Методология его такова, что они рассматривают все сколько-нибудь крупные компании в мире, которые являются публичными. И у них есть, конечно, нижний порог, это 100 миллионов долларов капитализации. Но даже вот с этим порогом их выборка составляет вот на апрель месяц, то, что опубликовано, это 11333 предприятия по всему миру. И, соответственно, оценивают капитализацию этих предприятий и вклад в общий индекс. То есть, чем крупнее предприятие, тем большее значение оно имеет в процентах в этом индексе. Что еще удобно, там идет разбивка по странам. То есть, можно посмотреть, из какой страны сколько организаций попало в этот индекс и какой процент они в этом индексе занимают. Так вот, здесь получается, ну, во-первых, весь этот индекс тоже говорит о неравномерности этого развития и концентрации капиталов. То есть, первые 10 компаний из этих вот 11333, они почти 10% индекса занимают. То есть, веса. Говорит, насколько концентрирован капитал. Ну, а дальше так вот, если в разбивке по странам. То есть, на первом месте компаний из США. Их 2906 компаний попало в этот индекс и общей капитализацией 31 триллион долларов и составляет 53% этого индекса. Ну, и на втором месте Япония. Тут уже сразу в 6 раз меньше капитализация, практически 5,5. И она составляет 8%, 8,2% от индекса. Дальше Великобритания. На четвертом месте Китай. 3,5% от индекса. И далее на 22 месте у нас Россия составляет 0,4% индекса. Ну, то есть, подтверждается вот вывод товарища о том, что на мировом фоне наши крупнейшие компании, а их попало вот в этот индекс их 61 компания попало. То есть, там все, все, которые у нас на слуху, там и Газпром, и Роснефть, и Лукойл, и все вот, кто на бирже торгуется, и более-менее крупные. 0,4% от индекса. То есть, согласимся с товарищем. Ну, дальше он упоминает низкую производительность труда, которая, если вот ее рассчитывать ВВП в долларах, делить на отработанные часы за год. Ну, вот он дает такие цифры, что ну, где-то 36% всего лишь от производительности труда в США и где-то 50% от средней производительности по Европе. Ну, это такой показатель, я бы еще поговорил бы о нем. Далее, экспорт. Экспорт. То есть, это к вопросу, что у нас преобладает? Вывоз капитала или вывоз товара? Ну, даже, это уже и Виктор Иванович не раз приводил эти данные. В абсолютном выражении у нас экспорт товаров превышает ту цифру, которую дается как вывоз капитала на порядок. Ну, а вот товарищ из Чикаго еще так вот нам отмечает, что ну, 82% экспорта в России это сырье. То есть, там порядка больше 60% нефть, газ, дальше там металлы, дальше там еще в различных серверах, 82%. Открываем статистику нашего Росстата, убеждаемся в этом. Дальше сравнение с США, если, а ну, в целом по экспорту Россия занимает в мире 17 место. США полтора триллиона долларов, у России 0,35 триллиона, то есть 353 миллиарда долларов. То есть, пишут, что незначительный вклад от аэспорта. А если говорить об вывозе капитала, тут правильнее брать прямые иностранные инвестиции, это показатель тоже отслеживается статистикой всемирного банка, там красивые графики, всем доступны, можно сразу несколько стран вывести в сравнении. Получается, там дается два показателя годовой, годовые прямые иностранные инвестиции и накопленные. Имеет в этом смысл, потому что если мы два года назад сделали инвестиции, потом их не делали, то те-то остались, они же, если мы вложились в акции, они так и остаются у нас, приносят нам доход. Ну, так вот, получается, по ежегодным прямым иностранным инвестициям где-то 2% от мировых, а по накопленным около процентов. То есть, тоже очень скромная цифра. Опять же, это без рассмотрения того, а куда эти инвестиции, что это за, в какие это фонды эти инвестиции были сделаны, точнее, что это в промышленности или это просто в такие фонды, которые дальше реинвестируют куда-то, это уже, конечно, здесь мы это не узнаем. Но все равно цифры очень скромные. Далее, вот более такой пункт, который лучше характеризует степень влияния международного, это иностранные активы. Вот если, например, взять статистику США, которую они публикуют в открытом доступе, там этот вопрос очень хорошо освещен. Сколько компаний американских имеют иностранные активы, сколько зависимых компаний, какие от них идут дивиденды в США. Порядка 500 миллиардов долларов ежегодно это только дивиденды, приходящие в США от внешних компаний. Для России Росстат такой статистики не ведет. Но есть отдельные исследования этого вопроса, которых дан подсчет по иностранным активам крупнейших наших компаний. Вот этот товарищ ссылается на это исследование, причем это исследование финского экономиста, которое опубликовано еще и в российском экономическом журнале. Так вот, там получается, если взять цифры вот этих иностранных активов наших крупнейших компаний, сравнить их с есть рейтинг топ 100 компаний с наибольшими иностранными активами, то наши даже туда не попадают и все совокупные активы всех наших компаний, все совокупные иностранные активы меньше, чем активы первых двух компаний из этого рейтинга, причем это рейтинг это не финансовых компаний, то есть это только все, кроме банков. потому что банки это видно и по вот этому индексу BMI и по дивидендному индексу вот я сейчас о нем расскажу банки имеют наибольший вклад здесь вот есть ранжирование не только по странам но и по секторам экономики банки значит и по капитализации крупнейшие и по дивидендным выплатам крупнейшие организации в мире так вот значит вывод по иностранным активам вообще просто даже никакого влияния не играют эти иностранные активы российских компаний ну дальше вот вопрос банков насколько российские банки представлены на фоне мировой банковской системы тут тоже идет ссылка на исследование стендер курс рейтинг 100 крупнейших банков там присутствуют два российских банка это сбербанк на 66 месте и ВТБ банк ВТБ он уже в два раза меньше сбербанка и там соответственно и в рейтинге гораздо ниже опять же вот этот рейтинг банков показывает опять же картину неравномерности распределения капиталов то есть на первом месте китайский банк с активами в 4 триллиона долларов на втором месте тоже китайский банк почти 4 триллиона на третьем месте тоже китайский банк на четвертом месте тоже китайский банк вот на пятом месте появляется японский банк все они это еще активы более 3 триллионов долларов ну и в десятке в общем там пара американских банков японский отставание того же сбербанка ну колоссальное то есть там 60 раз от первой десятки и соответственно ну и вот такой что как организация которая сконцентрировала себе финансовый капитал вот этот крупнейший российский банк на мировом масштабе выглядит просто карликом а если мы еще заглянем в отчет сбербанка годовой и увидим что половина то его активов это кредиты физическим лицам и соответственно практически половина доходов банка это процентов по кредитам физических лиц то соответственно долю капитала которого можно признать финансовым то есть сращенным с промышленностью это еще надо в два раза уменьшить а на мировом масштабе это тогда вообще будет незаметная величина ну вот что интересно например взять отчет крупнейшей нашей монополии Газпром с выручкой вот за этот год 8 триллионов рублей и посмотреть а чьими капиталами то он работает у него там капиталы делятся на те которые он взял взаймы и те которые он взял в кредит взаймы это числятся те которые он взял в Газпромбанке но надо понимать что Газпромбанк это банк который принадлежит Газпрому и руководителю не ходит на тот же господин Миллер так вот а вот из тех денег это 900 миллиардов рублей которые взяты как кредиты на первом месте банк Китая дальше несколько европейских банков и в самом низу списка фигурирует Сбербанк ну и то как кредитная линия на 20 миллиардов ну а кредитная линия сами понимаете это вот вам разрешили а вы уж там решайте пользуетесь не пользуетесь у меня тоже есть кредитная линия от Сбербанка на кредитной карточке но я его очень редко пользуюсь потому что 26 процентов это перебор а там такая же ситуация но пониже там Сбербанк дает Газпрому кредитную линию там 9 и 3 процента а китайский банк меньше чем 3 с половиной поэтому выбор очевиден банк кредитования ну то есть вывод такой что российские банки не представляют не представляют из себя значимых финансовых организаций и в общем-то если так посмотреть то и вся банковская все активы всей банковской системы которые на 17-й год оценивались как 94 триллиона рублей если их провести к долларам то они все будут меньше чем активы крупнейшего китайского банка поэтому вот этот масштаб на котором надо эти явления рассматривать потому что ведь товарищи пишут статьи и начинают так рассуждать что ну вот банки они же дают кредиты правильно счета держат да а вот смотрите вот Газпром тут сделку с Узбекистаном заключил тут еще с кем-то еще с кем-то это же вы видите это же империализм в чистом виде это же вот захватническая деятельность ну так товарищи давайте тогда смотреть все сделки с кем заключил Узбекистан давайте смотреть тогда Газпром в сравнении с там с Эксон Мобил вот крупнейшей нефтегазовой компанией США ну вот разница сразу будет очевидна если у нас Газпром там у него имеются месторождения разработка месторождений там в Узбекистане в Ираке но это может быть меньше 10% того что добывается на территории России а в Эксон Мобил картина противоположная там больше больше 60% это зарубежные активы то есть там вся Америка то есть вместе с Канадой и Южной Америкой дает только 38% активов этой компании а все остальное это вот там Азия Ближний Восток ну то есть разница очевидна ну далее с банками разобрались ну и что вот еще заканчивает товарищ свою статью ссылкой на журнал Сипри это вот Стокгольмский институт исследований мира и он ежегодно публикует статистику по экспорту вооружений по военным конфликтам и так далее многие на него ссылаются тут вот картина такая что естественно лидер США по экспорту вооружений 34% экспорта а Россия в два раза меньше но все равно 22% это второе место 22% занимает по экспорту вооружений и что характерно здесь вот дается цифра что экспорт вооружений России за прошлый год оценивается в 6 и одну десятую миллиарда долларов если мы сравним это с экспортом всего всей продукции России а особенно ее высокотехнологичных товаров то экспорт высокотехнологичных товаров в России оценивается в 6,6 миллиарда долларов то есть экспорт вооружений 6,1 а это высокотехнологичных 6,6 то есть все то есть основа высокотехнологичного экспорта это экспорт вооружений то есть это наиболее передовая востребованная конкурентоспособная отрасль российской экономики такой вывод ну а в целом вывод в этой статье такой что ну посмотрите Россия занимает позицию страны которая как раз таки в прямом смысле ограбляется ограбляется эксплуатируется имеет вот этот профиль такой зависимости от энергоресурсов но обладая военным потенциалом не позволяет полностью себя подчинить и ведет самостоятельную политику и защищает дружественные страны причем если Америка напрямую устраивает это вот пишет товарищ из Чикаго если Америка напрямую вмешивается во внутренние дела стран совершает государственные перевороты в России никогда этим не занималась а ведет отстаивание своих интересов такой вывод ну вот я считаю очень добросовестное исследование провел товарищ единственное что хочется дополнить это исследование во-первых тем вот все-таки тут получается такая картина что ВВП ВВП маленький экспорт незначительнее но вот как-то удается поддерживать вооружение и в докладе вот этого ранга института в агрессивном докладе тоже что вроде экономика слабая все-таки ухудшается но вот никак военными методами не взять как-то чудо какое-то держится это потенциал это держится ну а естественно мы как материалисты должны все-таки сказать о том что держится этот потенциал не на честном слове а естественно на тех отраслях промышленности самых развитых высокотехнологичных которые у нас в России работают еще естественно в первую очередь обеспечивается трудом рабочего класса занятых в этих отраслях значит какая картина тогда складывается вот с одной стороны вроде все такое маленькое и слабое но вот даже если взглянуть на цифры например капитализации предприятий российских взятых из индекса Global BMI это вот этот маленький процент четыре десятых это всего лишь порядка шестиста миллиардов долларов но если мы сравним например с индексом дивидендов а это что такое это тоже есть такой исследовательский инвестиционный фонд Янус Хендерсон называется он ведет индекс глобальный индекс дивидендов с 2009 года вот по его оценкам за восемнадцатый год у нас в мире было выплачено 1 триллион 370 миллиардов долларов дивидендов во всем мире методология у них такая что они берут вот крупнейшие 1200 компаний 1200 компаний берут и по их оценкам вот дивиденды от этих 1200 компаний это порядка 88% мировых дивидендов поэтому вот если брать только за эти 1200 компаний данные то это вот 1 триллион 215 миллиардов говорят вот этих дивидендов по всему миру выплачено и чем интересна эта цифра что также отслеживается вклад фирм по странам какие наиболее существенный вклад сделали в этот индекс вот опять 42% это Северная Америка порядка 500 миллиардов долларов американские компании выплатили дивидендов на втором месте Европа Европа в целом 21% на третьем Азия и потом там 10% это вот развивающиеся рынки там много стран в том числе и России но если взять отдельно по России то выплаты дивидендов за год оцениваются 25 миллиардов долларов это 2% от индекса ну и здесь мы видим вот это неравномерность распределения этих дивидендов а дивиденды это что такое это доходы финансового капитала фактически также у нас тут первые это по выплатам дивидендов это банки вторые только вторые это нефтегазовые компании то они существенно то есть если банки это 15 более 15% вклад в мировые дивиденды то нефтегазовые компании 9,2% но вот казалось бы и здесь это незначительный вклад 2% но вот если мы сравним просто капитализацию российских компаний и те дивиденды которые они выплатили то есть посмотрим эту пропорцию фактически можно сказать что это норма прибыли или там рентабельность вот этих вложений то окажется окажется картин это противоположное оказывается что поделим 25 миллиардов дивидендов на 635 миллиардов капитализации будет 3,9% а возьмем сша их без канады 468 миллиардов дивидендов да на 31 триллион капитализации мы получим всего лишь 1,7% доходности во франции 2,5% в японии 1,4% в германии 2,5% то есть о чем это говорит о том что если у вас есть лишние 600 миллиардов долларов выгоднее всего в прошлом году было вложить в Россию то есть это Россия в виде своих вот этих публично торгуемых компаний а это в основном у нас энергетическая отрасль это очень лакомый кусочек а можно даже сказать самый лакомый кусочек на рынке финансового капитала поэтому нельзя сделать такой вывод что раз такая маленькая Россия незначимая то она никому не интересна она даже сейчас самое интересное вложение это со стороны дивидендов теперь со стороны тогда получается вот этого положения что Россия несмотря на такой маленький размер экономики оказывается вторым экспортером вооружений как такое возможно ну естественно мы понимаем что это только благодаря тому что сохранилось и в каком-то смысле развивается военная отрасль военно-промышленный комплекс что в нем сейчас происходит в нем происходит концентрация несмотря на все планы правительства о том что нужно уменьшать долю государства в экономике нужно там больше приватизировать тем не менее у нас выросли государственные корпорации сначала они появились потом они еще стали сливаться и теперь у нас есть такой монстр Ростех который объединяет себя ну оценивает что больше тысячи дочерних обществ причем это не просто маленькие фирмы это КАМАЗ вертолеты России теперь еще вся авиационная корпорация и много 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 еще производств которые ну фактически вот теперь уже работают под по крайней мере с виду под одним началом а заявлено это все для чего для того чтобы сохранить и наладить работу весь этот наш Ростех 70% продукции дает военного назначения 30% у него гражданской продукции то есть что мы видим крупнейшую монополию там и концерт калашников крупнейшая монополия при этом это такая монополия которая не представлена на рынке капиталов то есть отдельные отдельные предприятия этой монополии имеют торгуют акциями на бирже но большая часть не участвует в этом то есть это те капиталы которые в общем-то закрыты от иностранного участия и насколько это важно мы можем даже убедиться просто даже на сайте Газпрома хотя это открытая компания публичная компания и 28% ее акций через депозитарные расписки находятся в США но даже на сайте Газпрома написано что в начале 2000-х велась борьба за то чтобы не потерять контроль над компанией только в 2005 году они считают что государство зафиксировало свои позиции таким образом что держит контрольный пакет и не выпускает то есть это государственная задача удержать в руках эти активы соответственно отобрать это можно только государственными методами политическими методами отобрать это можно ну и соответственно как мы видели пирог талакомый и политические партии у нас есть которые четко в своей экономической программе обозначают цель это что прозрачные механизмы приватизации в программе яблоко так и написано прозрачными мы требуем прозрачных механизмов приватизации то есть это что значит это все выкинуть на растерзание крупным крупным империалистическим капиталом а там действительно очень крупные капиталы потому что даже если посмотреть состав акционеров газпрома то там есть такие вроде как миноритарии с виду там два процента там полтора процента но это такие фонды вангард black rocks которые ворочают триллионами там по четыре по три триллиона долларов у них активов то есть они этот газпром они 60 таких газпромов могут купить если захотят просто вот политические политическими методами этого не допускается так вот тогда что еще нужно сказать про экономику россии это конечно же ее характеристику как экономики в которой крупные крупная промышленность и крупные организации имеют решающее значение для этого вот можно взять доклад федеральной антимонопольной службы за 18 год данные такие например доля госсектора более 50 процентов это они проблемы перечисляют это очень большая проблема порядка 70 процентов ввп произведено компаниями с государственным участием или государственными компаниями целиком ну степень концентрации 400 крупнейших компаний это 30 процентов всех оборотов дают ну кажется 400 много вроде да но если мы посмотрим статистику росстата по по видам по количеству компаний у там очень хорошие цифры по малым и средним предприятиям малым средним микро предприятиям вот эти малые микро предприятия это численность до 200 человек так таких предприятий 2 миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят семь предприятий представляете и они них занято 12 миллионов человек так вот эти все вот эти два миллиона семьсот тысяч предприятий они дают дали оборота за прошлый год за семнадцатый год 48 триллионов причем половина этого оборота приходится на фирмы которые не производят своих товаров то есть это просто перепродажей занимается товарищи а обороты крупных компаний 133 триллиона то есть в три раза больше да а их всего там насчитывается но тут дается цифра сто четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят юридических лиц мы это 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 не миллионы до 100 414 тысяч а если мы возьмем вот данные федеральные антимонопольные службы что у нас первые две крупнейших компаний это газпром и роснефть они дают уже 7 10 процентов эвпп то есть концентрация идет то понятно что там до тысячи этих крупнейших компаний нет решающее значение в экономике а все вот эти миллионы там вот эти два миллиона семьсот тысяч фирм очек занимаются просто чем вот такой веселой суетой а причем тоже федеральная антимонопольная служба как одно из проблем развития малого среднего бизнеса то есть это это то ее задача главное развивать значит конкурентную среду жалуются что вот вот эти малые средние предприятия к сожалению только пять шесть процентов основных фондов имеют то есть это фактически люди трудятся какими-то осколками производительных сил а все все производительные силы уже решающие производительные силы сконцентрированы в крупных крупнейших компаниях вот такое положение российской экономики и почему я этот вопрос здесь упомянул потому что ну объяснение понятно да откуда у нас тогда такие сильные позиции например по экспорту вооружений то есть экспортом вооружений вообще производством наиболее высокотехнологичной продукции в россии занимаются фактически организации которые по большому счету выведены из рынка это монополисты это предприятия которые работают по предзаказу по многолетним планам если вы возьмете например отчет объединенных строительной корпорации там какими деньгами они работают большая часть это авансы заказчика то есть это уже людям передаются деньги под проекты идет значит планирование работы и выполнения заказов многолетние только так возможны и и делаются наиболее успешные проекты то есть фактически складывается такая ситуация что в россии есть финансовый капитал который подчинен западному американскому капиталу этот капитал занимается чем эксплуатацией эксплуатации ресурсов в стране эксплуатации рабочего класса эти доходы делятся между российской буржуазии западной буржуазии здесь идет и политическая борьба за эти доходы но есть большущий сектор наиболее технологичный наиболее передовой сектор в пк который обеспечивает фактически российской буржуазии это положение такое потому что без этого сектора естественно был российская буржуазия давно бы потерпела поражение в дели же вот этой добычи но мы должны еще что сказать что вся вот эта борьба здесь значит империалисты тут свои капиталисты они значит там борются эти защищаются защищать союзников но на чем все это держится это все ложится естественно на плечи трудящихся и первую очередь рабочего класса который обеспечивает и промышленность и ресурсную ресурсодобывающую сферу в каком положении этот рабочий класс в ресурсной сфере у нас идет сверх 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 эксплуатация вот из года в год вот опять у нас вышли вышла отчетность за прошлый год вот газпром чистой прибыли получил 1 и 4 триллиона дивидендов выплатил 393 миллиарда рублей при этом численность 460 тысяч 100 человек ну это всех работников естественно зарплата 600 миллиардов то есть на вот эти то есть дивидендов выплачено ну ну две трети от зарплаты 466 тысяч человек куда эти пошли дивиденды вот собственником пошли там в росимущество пошли как основному акционеру но тут еще можно сказать ну ладно на государственные цели пошли ну есть вот у нас в этом году даже не в этом году это ежедневно рейтинг пересчитывается сейчас у нас на первом месте вот сегодня смотрел господин михельсон глава новотека уже прошлом году 18 миллиардов долларов у него было сейчас за ним числится 22 и 8 миллиарда ну что вот новотек уже чистая прибыль 232 миллиарда дивидендов выплатили 79 миллиардов а зарплата коллектива 13 694 человека 25 и 6 миллиарда то есть в три раза меньше зарплаты выплатили чем дивидендов почти в 10 раз чистой прибыли вот извлечено больше чем зарплаты вот вот это основа эксплуатации основа сверх эксплуатации да я заканчиваю поэтому товарищи хочется что сказать что такое положение она чему ведет она в первую очередь ведет к тому что рабочий класс у нас может надорваться и и к тому дело то и идет мы видим это ухудшение положения и по реальным доходам и вот эта пенсионная реформа грабительская поэтому политика полис сразу стоит политический вопрос что вот в этой ситуации делать мы видим что буржуазия чем занимается буржуазия занимается эксплуатацией и российской буржуазии защиты своих позиций западная буржуазия занимается тем что стремится всячески подорвать это положение и если я на этого добьется то ресурсные доходы будут забраны а весь этот наш технологический комплекс разрушен как это происходило в 90-е годы поэтому конечно же ну закончить хотелось бы тогда уже тем что от работы империализм как высшая стадия капитализма конечно же рабочему классу надо переходить к тому что ленин сказал своей другой классической работе государства и революции позвольте я процитирую организуем крупное производство исходя из того что уже создано капитализмом сами капитализмом сами мы рабочие опираясь на свой рабочий опыт создавая строжайшую железную дисциплину поддерживаем государственной властью вооруженных рабочих сведем государственных чиновников на роль простых исполнителей наших поручений ответственных сменяемых скромно оплачиваемых насмотрщиков и бухгалтеров конечно с техниками всех сортов вот наша пролетарская задача вот с чего можно и должно начать при совершении пролетарской революции то есть о чем речь идет что рабочему классу нужно свое государство и только тогда он сможет реализовывать свои экономические интересы свежий пример китай вот мы уже говорили об этих показателях ввп но тут начинает говорить да это эффект низкой базы то там наполовину капитализм вышла статистика ну вышла статистика по такой теме как электрические автобусы это такая сейчас в мире популярная тенденция вот у нас тут тоже недавно исполняющий обязанности губернатора торжественно запускал 10 электроавтобусов в санкт-петербурге в соединенных штатах этот вопрос остро стоит что нужно бороться за экологию калифорния там передовиках внедряют всякие электрические виды транспорта в европе это на государственном уровне стоит выдают статистику из 425 тысяч электроавтобусов 421 тысяча где в китае соединенных штатах сколько 300 автобусов в европе во всей европе ну там около 2200 автобусов насчитывается это где-то дана статистика в американской прессе там идут интервью с различными сторонами а почему так вот мы так хотим мы такие технологически продвинутые у нас там и тесла и чё только нет 300 автобусов ну вы знаете вот нету государственной программы а вот в китае там как вот решили сверху так так донизу и делу там тебе и субсидии там тебе самое дорогое батарейки такие там и батарейки датируются производителями и значит ну вы видите не то что там на порядок и на два на три порядка просто эффективнее происходит внедрение этой программы мне кажется вот это очень хороший пример и хочу нашему рабочему классу пожелать успехов в обретении политической самостоятельности спасибо за мне вопрос еще мне прочитать или сами сидите так первый вопрос прямые инвестиции то что наворовали вывезли в офшоры и вложили в акции сюда входит сюда входит знаете что сюда входит такие вложения которые означают приобретение более десяти процентов обыкновенных акций компаний каких компаний уже конечно не уточняется но это не то что вы положили в банк деньги нет это все-таки приобретение акции да это память методики вот которая дается всемирным банкам эти данные лет вот вывоз капитала это да вот капитал мне кажется вообще надо отдельную лекцию делать потому что тут я смотрю и банк россии выпустил отдельный ролик на этот вопрос и в журнале эксперт апрельском статья отдельная о том что не смотрите вы на эту цифру там она фигурирует в национальных счетах не смотрите на эту цифру вывоз капитала это вы не так понимаете это потому что тут ушло на самом деле там пришло это мы там валюту купили тут убавилось там прибавилось в общем даже не суйтесь в эту кухню мне кажется надо бы разобраться но по крайней мере я даже сейчас и не упоминал эти цифры потому что распределение дивидендов оно даже красноречивее говорит о том какое положение занимает страна в мире финансового капитала и вот тут как раз есть в национальных счетах отдельный счет это называется консолидированные счета и там значит доходы от собственности и там доходы от собственности которые получены из всего мира и доходы от собственности которые переданы во весь мир туда входят и дивиденды и другие активы так вот за прошлый год в россии за семнадцатый год значит получено от всего остального мира это по данным расстата порядка трех триллионов передано остальному миру пять с половиной триллионов пожалуйста два с половиной триллиона мы подняли мировую экономику на 2 с половиной триллиона рублей нет это рублей так другие вопросы вопрос помогая ополчению донбасса и народу сирии в борьбе против фашистского террора россия преследует за этим какую-либо выгоду для своего правящего класса олигарх или это безвозмездно чистосердечная помощь ну уважаемые товарищи какой тут может быть чистосердечности речь идти было бы странно но народ значит народ донбасса там во первых там русское население большинство это раз во вторых события в крыму ну тут валентина ивановна на лучше всех сказала говорит если бы россия не поспособствовала вхождению крыма состав российской федерации значит вместо черноморского флота стоял бы флот нато так она сказала без без всяких одинаков и прикрывательность ночью можно не согласиться с этим вполне понятно в сирии вот там товарищи тоже выискивают а там наши договорились про какие-то месторождения в любом случае кто-то с кем-то всегда договаривается это при капитализме это то как происходят дела если и там про венесуэлу тоже говорят они там договорились товарищи дорогие чем венесуэлу то душат тем что у нее запасы нефти не есть а переработки нет у нее венесуэле переработка захвачена американскими компаниями давно этим же и душат но естественно и ей надо договариваться когда с тем кто поможет ей в этой переработки что тут удивительно просили опять же ну так с советских времен же сирия союзник и держит там база предоставляла сирия российскому флоту и единственная база на средиземном море ну не поддерживайте вы сирию ну придет там это исламское государство естественно выкинет все эти базы счет удивляться дальше пойдет ну по-моему вполне очевидные то есть это не чисто можно назвать чисто сердечные геополитические интересы ничего такого удивительного вы лично согласны с тем что в россии производительность труда а низкая производительность труда и если да то в чем то в чем причина когда если отбросить цифры если отбросить цифры чем низкая производительность труда а ведь эксплуатация нашего рабочего класса по сравнению с рабочим классом в сша я так отвечу на этот вопрос что по моему мнению в ведущих экспортных отраслях производительность труда она не хуже а может быть даже лучше я видел отчеты металлургических компаний где этот вопрос постоянно поднимается какая у нас себестоимость на мировом уровне потому что например вот половина стали сейчас делается в китае и поэтому цены на китайскую стали они волнуют всех потому что это прямой конкурент и как достижение в отчетах того же того же север стали пишется что у нас себестоимость тонн даже там на мировом уровне даже еще ниже чем например в китае это важный показатель а вот что касается тех цифр которые вот тут и американский товарищ приводил которые рассчитываются как мы весь ввп поделим на все часы но тут я допускаю такие плохие показатели почему потому что большая доля трудоспособного населения занята в низкопроизводительных отраслях вот этих малых и средних предприятиях но что самое печальное это вот и указано в докладе нашего международного экономического института мировой экономики международных отношений там идет в первом же абзаце ссылка на указы президента майский указ и в этом указе ставится задача чтобы 2024 году малых и средних предприятиях было занято 25 миллионов человек а сейчас сколько сейчас 12 то есть они хотят еще столько же людей бросить вот в это болото низкопроизводительного труда поэтому я не удивляюсь что интегральный показатель производительность труда тогда извините пожалуйста я тогда добавлю вопрос так получается тогда что наше правительство занимается самоубийством российской федерации как капиталистической даже держава не говорю наше правительство делает противоречивые действия она ставит вот эти убийственные цели для экономики при этом фактически все равно движение идет так что идет концентрация укрупнения производства но это делается ценой сверх эксплуатации давайте дальше у нас еще выступление есть так основные китайские банки частные или государственные я думаю что это государственные банки в основном государственные банки хотя это надо 1 совершенно как вы считаете если россия если россия экспорт вооружений производит на пользу и это вообще опять-таки это опять самоубийство экспортировать вооружение это значит потенциально создавать для себя опасность то есть если у нас классное оружие мы это оружие куда-то продаем да раз экспорт продаем значит проданное нами оружие может по нашим территориям ударить нет ну конечно тут я это называется наступать на гроб не спал не специалист по вооружениям но могу сказать по тем просто параметрам которые всегда фигурируют при освещении этих сделок ну как минимум на одно поколение старее продается оружие чем то которое в стране если с 500 то продается с 400 если вопрос есть так далее то есть но экспорт вооружений ну вот мне понравился вывод этого товарища из чикаго что он говорит вот россия в целом своими действиями она вот этим противодействием американскому империализму и америке как сша как возглавляющие горстку империалистических стран она вот этим своим противодействием помогает другим слабым странам все-таки бороться за свойство не суверенитет но в том числе и вооружение вы безоруженные все равно ничего не добьетесь правильно спасибо спасибо присаживайтесь здесь записавшись наступление товарищу лег пожалуйста не только маленькие государства но и россия например целиком зависят от экономической мощи финансового капитала богатых буржуазных стран ленин полное собрание сочинений четвертое издание том 20 странице 371 весна 1914 года товарищ наверно ленин тоже среди рабочих продвигал идеи о том что в россии господствует компридорская буржуазия которая действует в интересах иностранного капитала верно он тоже кричал что россии нужно освобождать что россия превыше всего что нужно что это первая задача пусть она развивается по капиталистическому пути лишь бы развивалась но почему то нет он признавал что россии эмпиристический хищник который заслуживает только того чтобы рабочий класс уничтожил ее государства и восстановил свою диктатуру пролетает пролетариата товарищи но поддерживаю говорить что россия не империалистическое сегодня это просто смешно потому что если сформировались монополии уже есть империализм газпром это сам авто сам выступающий сказал что это монополия то же самое да хоть что возьмите сотовую связь rgb там везде у нас монополии везде капитал монополизирован что касается вывоза капитала и вот всех этих пережитков 90-х в офшоры выводят это но вот товарищами из фонда рабочая академия преподносится как доминирующая тенденция но статистика говорит об обратном это пережитки 90-х они угасают они и с ними естественно бороться как с пережитками первоначального накопления которую вогнал в которой выгнала нашу сторону перестройки приватизация но говорит что это доминирующая тенденция это как минимум неправильно потому что сегодня российские компании они все-таки утверждается на мировой арене смотрите у сбербанка есть в европе свое отделение сбербанк евро то есть мы экспортируем в бывшие советские республики очень большое количество товаров и не только в них и в другие страны третьего мира поставляем в африку тоже как они какое-то продовольствие поэтому ну российский как противодействие тенденция противодействующая она еще очень сильно действительно у нас очень много вот это вот шайка которая сейчас сидит в кремле она это ярмо нашей нашей россии это те же гельцинисты которые хотят прикрываться какой-то национальной идеи это тот же гельцин только перекрашенный под патриоты и все и больше ничего они также говорить что путин проводит про национальную политику это уж точно неправильно потому что проводится интересы того же олигархата также выводится капитал ну средства бюджетной офшор но те тем не менее тем не менее это пережитки именно благодаря этой шайке эти пережитки до сих пор сохраняются доминирующая тенденция это империализация российской экономики россия уверенно встает на империалистические рельсы и поэтому сегодня нужно кричать не россия превыше всего возродим былую мощь россии первое что нужно сегодня делать это заниматься с рабочим классом это потому что его положение как и положено перистическом государстве постоянно ухудшается усиливается эксплуатация труда там я регулярно не выплачиваются зарплаты идет растет инфляция то есть повышается цена на все товары были рабочей силы вот на чем надо акцентировать внимание вот на этом нужно поднимать рабочих потому что это естественно это естественное требование коммунистов которые были определены историей это не наша задача кричать там что давайте за россию все чтобы россия развивалась она и так развивается это противодействующая тенденция все равно спадет на нее выступать против нее но это может быть ответвлением основной программы но никак не в нее центром как некоторые пытаются этого представить россия она империалистическая сегодня то что она может оказывать помощь там народу донбасса там сирии это как только подтверждает то что у нее есть достаточный потенциал чтобы вообще выступать на мировой арене хоть в какой-либо форме поэтому я считаю что в первую очередь нужно делать выступление не о том насколько там российские банки отличаются от американских да я думаю тут никому не надо объяснять что империалисты империалистические государства между собой имеют количественную разницу то есть есть более слабые то есть более сильные между ними идет борьба так же как между любыми группировками буржуазии да да у нас неравномерное развитие всего мира это нормально абсолютно нормально капиталистическом обществе поэтому в первую очередь надо работать с класса и продвигать его классы интереса рабочего класса надо поздравить возьми аксандровича замечательной лекцией то есть возьми аксандрович проделал картосальную работу и очень продаемкую работу хотя он по работе имеет доступ к определенным сведениям тем не менее он занимался этим естественно в нерабочее время и надо сказать хотя он заявил себя как программист по основному образованию экономист и в общем то эта работа это конечно ни в коем случае не хочу сказать что это на уровне ленинской работы империализм как высшая стадия капитализма но она несомненно в русле и в общем то те же задачи примерно решает показать на карасальном объеме доступного ныне материала статистического а у надо сказать я думаю сам со мной согласится что он беднее чем был при ленине при ленине как то все было более открыто вот и более статистике придавали внимание и в россии и в мире в целом а сейчас это более ратентно процессы протекают тем не менее в общем то очень богатый материал и очень можно сделать выводы выводы практически но по поводу империализма опять же почему так и острые дискуссии значит острые дискуссии потому что если брать эпоху ту так как ставят вперед вот обострение противоборства между империстическими государствами вплоть до во время войны когда он до войны дошло вопрос на оставить о поражении своего правительства этого розумка от коммуникации коммунистов очень ждут многочисленные грантодатели грантососы и тому подобная публика что вот надо в обнимку значит получая гранты совмещая приятное с полезным значит выйти на майдан смести кровавый режим и что как вот можно свергнуть вообще капитализм вот свержение капитализма от этого не понимаю свергнуть можно царизм это придут капиталисты учредят свое буржуазное правительство что произошло в феврале потом это правительство после июльских событий расстрел рабочих демонстрации демонстрации станет социалистическим там керенский что возгравит социалист это правительство на потом так сказать на это время которое дано было для того чтобы рабочему классу россии под руководством большевиков выстроить свою систему советов и чтобы власть это вы стать и бескромного практически перевороты октябрьской перешла к этим советам этого это время для строительства своей власти вот что такое буржуазная демократия свергнуть капитализм еще раз невозможно если вы как сейчас говорят отожмете тому что-то у какого-то капиталиста но вы сами станете на его место таким же капиталистом если вы отожмете это вместе с друзьями с рабочими то вы вместе с друзьями рабочими своими через какое-то время и во первых вы уже в этот момент станете владельцем этого построить систему рабочие удасти построить диктатуру пролетариата невозможно во первых без глубоких знаний теоретических во вторых без подготовки пролетариата в ходе забастовочной борьбы работа анкор договорами и так далее ведь как так прозвучало что рабочая партия россия за руль святую за это самое зато засел а вот надо работать с рабочими вот сколько ваша партия которую состоит и заключ Hai ков договоров работать над ков договорами потому что даже я думаю не вот-вот вот эта такая же правильно надо работать рабочими делать и 5 работать с рабочими работы с рабочими вести их на выборы чтоб они за нас голосовали ком договора это чего-то вот такое вот это не нужно. То я могу сказать, что рабочая партия России свыше 10 кордоговоров проектов инвестиционных предприятий и работает с ними. Больше никто, ни одна партия таким достижением просто не может. Но, естественно, мы здесь ставим вопросы, которые необходимо решать. Значит, что вот еще показала эта лекция Владимира Александровича очень интересная? Значит, производительность труда у нас 36% от американской где-то втрое ниже. Заработная плата средняя в США и оттуда цифру 3 600 долларов. Но это в месяц. В месяц, да. Значит, это интернет-сведения, но они, так сказать, я думаю, похожи. Значит, получается, что средняя зарплата в России, если по справедливости брать, должна на 3 делиться и составлять 1200 долларов в месяц. То есть, где-то 75-80 тысяч рублей в месяц. Ну и по многим изрубежным данным, на единицу произведенного товара трудящейся России получает даже говорят не сколько, даже по официальным данным, получается в 2 раза меньше, а говорят в 3-4 раза меньше, чем трудящиеся на Западе. Отсюда что вытекает? Что требования о выплате стоимости рабочей силы, вот наши пресловутые 200 тысяч рублей, которые говорят, что это утопит, это никому не нужно, как говорил покойный биец, ни один здравом уме рабочий это требование не поддержит. На самом деле, это требование, основанное на советском, скажем так, уровне жизни, вот если вы почитаете тетрады, которые там, реальные брага получаемые, они основываются на советских данных в основном. Вот. И это вполне реальная цифра, и за это надо бороться. Это вот второе. Значит, третье вот. Действительно, совершенно противоречивые тенденции идут со стороны правящего класса, и вот как и из промышленности, из оборонной промышленности. Видно, что с одной стороны пока что еще не перерывнена преобладающая тенденция на уничтожение. Почему? С одной стороны, можно сказать, что на том же Абуховском заводе новые цеха появляются, новое оборудование, самое современное. Но по людям, вот если брать, главное, это все-таки, это грамотные кадры, они вымываются в силу естественных причин, и не только естественных. Иногда это естественное вымывание, оно искусственно подгоняется, в частности, вот у нас в институте пришла команда, как мне сдается, профессиональных групп-менеджеров, и она, так сказать, тут ведет действия, по крайней мере, вот совсем до недавнего времени, вера действия, которые на разгон коллектива направлены и на обнуление института. И, надо сказать, у этой команды уже за плечами два института есть. Вот, люди опытные, с нами работают профессионалы, но вот все-таки и тенденция есть какая-то, вот все-таки чувствуется, что какой-то разум начинает потихонечку проникать. Это, видимо, с чем связано? С одной стороны, правящий крас, верхушка, по крайней мере, самого правящего краса, которая понимает, что ей не сдобровать в случае, если придут американцы, да, все-таки что-то пытается предпринимать, а с другой стороны, правящий крас в целом, конечно, он себя не видит без недвижимости за рубежом, без детей, обучающихся за рубежом, без лечения за рубежом, без своих счетов в зарубежных банках, и вот эти вот две тенденции в нем самом, в этом правящем красе, они как-то вот... И тут, конечно, рабочим надо большую помощь оказать. Большую помощь оказать борьбой за шестичасовой рабочий день, борьбой за доведение зарплаты до уровня стоимости рабочей силы. Здесь ни в коем случае не надо бояться, если будут говорить, а вот денег нет, откуда взять, банкротитесь, вы неэффективные собственники. Раз вы не можете управлять предприятием так, чтобы обеспечить людям нормальную зарплату, значит, надо это предприятие доводить до банкротства и переводить в ФГУП, а еще лучше федеральное, государственное бюджетное учреждение, где деньги этому предприятию будут выдаваться из казны, никаких там тебе дивидендов, никакой прибыли, никаких этих самых, и вот, и очень хорошо будет работать. Кстати, не и Крырова перевели на бюджет, вот это, в статус бюджетного учреждения, там, говорят, очень старо хорошо работникам, но руководство не так хорошо. Вот. Значит, на этом я заканчиваю, но еще раз хочется поблагодарить Владимира Оксановича за лекцию, и, конечно, это надо оформлять в виде статьи, это будет очень хорошая статья, о навык, в которой все время на России я не вижу. Спасибо. Владимир Владимирович, заключите слово. Товарищи, забыл вначале сказать, что большая честь выступать столь высокой трибуны, как говорится, место такое. Ломное место. Да. Ну, что хотел сказать, наверное, в ответ, может быть, на критику. Вот, я думаю, всем известный Александр Сергеевич Козенов, который тут неоднократно выступал, вот он недавно заметил, что сейчас у нас много дается качественных оценок, вот, это явление. И до количественных дела не доходит. Вот, мне кажется, это как раз ситуация с тем, что если давать оценку от России, вот, в ней, раз в монополии, а это правда, мы видим, да, решающее значение, значит, она империалистическая страна. Тогда, взяв количественные оценки, мы вынуждены тогда сказать, ну, то есть, это какая-то империалистическая, но такая маленькая какая-то. И у нас получается какая-то экосистема, у нас есть там крупные хищники, маленькие хищники, там, ежики за мышами гоняются, волки за зайцами, волки не едят ежиков. Ну, это же не то, как Владимир Ильич даже описал ситуацию в начале века. Горстка империалистических стран грабит все оставшиеся, да. Вот с этого масштаба надо смотреть и оценивать явление вот в этом масштабе. Тогда вот в этом масштабе не является Россия империалистической страной. Нет у нее таких возможностей, ресурсов. Отсутствует. Она является зависимой, как ни назови. Можно сказать, что, вот, наверное, тоже тема для отдельного разговора, но по моим даже данным, у нас, похоже, даже больше промышленный капитал преобладает, чем банковский. То есть, промышленники, чем отличается финансовый капитал, что промышленники уже не владеют капиталом, который они применяют, а у нас это еще даже на крупных предприятиях противоположная есть ситуация, когда эти деньги, наоборот, они не в банках, а вот у самих же этих группах промышленных находятся. Да, можно сказать, что это, ну, это получается более отсталый капитализм, но это зависимый, это зависимый капитализм. Вот, наверное, Иван Михайлович тоже правильно описал действия правительства, которое, ну, не может оно делать какие-то целенаправленно выверенные действия, не метаясь, потому что вот эти метания, они экономически обоснованы. Это вот и в докладе американском, вот сказано про слабости России, вот я не упомянул, там они говорят, чем от СССР отличается, что элита-то сейчас в России счета имеет, ездит, вот один в один, как Иван Михайлович упомянул. Вот в чем слабость, то есть это большая зависимость. Поэтому, уважаемые товарищи, одной из целей моего доклада было еще обратить внимание на те доступные всем источники, обобщенные источники информации, которые, мне кажется, надо всем интересующимся брать на вооружение, отслеживать. Это живой материал, которым мы должны все разбираться. Спасибо с вами. О объявлении. Так, у нас последнее занятие, следующий четверг. Тема занятия Игорь Константинович Смирнов об экономическом законе движения капитализма. Ставь Бекцию, кандидат технических наук Юрков Кирилл Валерьевич. Значит, по завершающему занятию посещение музея трейсера «Аврора». Согласовали нам дату и время. Это 2 июня, воскресенье, начало посещения экскурсии в 11 часов. Я подготовил какие-то листочки, шпаргалки, кто собирается идти, может взять. Напоминаю, адрес Петроградская набережная 2-4, можно от двух станций метро идти, либо от Горьковской, пешком на транспорте, либо от площади Ленина. Встречаемся в 11 часов. Входной билет. Входной билет – это без экскурсии. Взрослые – 400 рублей. Пенсионеры и учащиеся – 200 рублей. Инвалиды – 1-2 группы, бесплатно. У кого есть и обязательно документы, подтверждающие, что вы учащиеся – пенсионеры. Что касается экскурсии, в зависимости от численности мы постараемся за счет университета организовать эту экскурсию. Пожалуйста, подумайте. Еще на последнем занятии сделано второе объявление. Можно будет забрать эти поджалочки. До встречи в следующий четверг. До свидания. Продолжение следует...